На пороге пенсионеров курьеры появлялись в медицинских масках. Также по инструкции после каждого адреса им следовало менять одежду и имена. Юрия, Ивана или Андрея женщины ждали как спасители. Они были уверены, передают деньги родственникам, которым срочно нужна помощь. Раздался звонок, я снимаю трубку. И прям не успел ни алло, ничего сказать. «Бабулечка, бабулечка, я попала в аварию, я в больнице, надо деньги, или меня посадят в тюрьму». Она говорит, вот со мной здесь рядом сидит женщина, следователь, она сейчас будет с тобой разговаривать. «Вот ваш внучек попал в аварию, опять начинает мне вот это все говорить». 85-летняя жительница Октябрьского района отдала курьеру 100 тысяч рублей. Лишь когда тот ушел, позвонила внучке, которая опровергла информацию, что нуждается в помощи. Пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудниками уголовного розыска Саратова подозреваемый был задержан по горячим следам. Вечером списались, созвонились, пообщались. То есть предложил на 14 число уже выйти работать. После инструктажа дали первый адрес. Адрес присылают, дом, квартира, этаж, подъезд. Представиться водителем скорой помощи, мол, чтобы мне передали вещи, в которых находились денежные средства. 7% от прибыли, если это можно так назвать, я себя оставлял, а остальное отправлял. За два дня подозреваемый побывал в квартирах трех пожилых женщин, у которых забрал в общей сложности 400 тысяч рублей. На последний адрес он отправился с другом. Оба уверяют, понимали, что обманывают бабушек. Но жажда легких денег в их случае победила. Дверь открыла бабушка. В этот момент я понял, что происходят противоправные действия. Но уже как-то побоялся именно в уши отступать. Мыслей было тоже очень много на тот момент. Самое главное, основная была мысль просто быстрее уйти оттуда. Одна из них была, которая правильная, к сожалению, которая не воспользовалась, это просто сразу убежать. Расследование уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» продолжается. Чтобы ваши пожилые родственники не стали жертвами злоумышленников, убедите их не общаться с незнакомцами. Если звонок уже раздался, надо прервать разговор и немедленно перезвонить тому, от чего имени якобы звонят мошенники. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.